Ребята, всем привет! С вами Александр, мир южского периода The Game. И это у нас очередная рептилия, которую нам предлагают сегодня открыть для тех, кто не открыл её ранее. Это у нас Тринокромеро. Вот такая вот у нас хищная тварь, довольно-таки острый. Кстати, похож нос у неё на скафагнат, на рамфаринха даже так, на рамфаринха. Я как раз делаю сейчас познавалку по рамфаринху, которая должна выйти на выходных. Да, и вот очень похож клюв такой. Так, это был десятый уровень. Ну, по цвету серенького вы видите, что это суперредкий, ну и по количеству звёздочек это тоже можно посчитать. Суперредкий зверь, да. Ну, показатели, показатели просто как показатели для суперредкого. Вот такая вот у нас тварь. И давайте заглянем, вспомним, кто это у нас было. Так, название Тринокромеро обозначает, так, трёхвершинное бедро. Это связано с мощными властами этого создания. Ха-ха, вот так вот. Так, Тринокромеро питается мелкой рыбой и имеет тонкие иглоподобные зубы и удлинённые челюсти. Ну, именно по этой причине у Рамфаринха тоже такие зубы, потому что он питается тоже рыбой. Ну, и у Спинозавра тоже зубы похожи покрупнее, но смысл тот же. Это прекрасный пловец с длинными плавниками, ну, пластами. Так, вы знаете, что Ричард Элис называл Тринокромеро пингвином с четырьмя плавниками? Да, ну, Ричард Элис, наверное, это какой-то учёный, который его изучал или исследовал, да. Ну, и вот, собственно говоря, турнир, как видите, здесь у нас есть значок, который, замочек открывающийся. Значит, что если мы выполним этот турнир, этот динозавр, это рептилия, да, если быть точнее, станет доступна нам в магазине. Ну, и одного нам подарит в наборе. Вот в таком вот наборе будет у нас Тринокромеро, 100% шанс. Ну, давайте будем смотреть. Это супер-пупер-мега-сложный турнир, то есть, где противники адаптивные. Я вот смотрю и плачу. Йохин, ё-моё. Я не помню, чтобы я видел 28 тысяч жизней, ребята. 28 тысяч жизней у Терри Зинозавра. И сила удара 3 700. А чё вы так сильнее стали? В этом аккаунте даже не до Раптора нет. Это просто жесть, ребята. Жесть. 20 тысяч Дилофазавр. Ну, такой я ещё встречал. Но... Как? Так, давайте мы здесь всё освободим. Допустим, так он их Горгазухов вынесет на 1-2. Ну, 3 500 будет сила удара у него, 3 600 даже. А вообще-то он подменится. Терри Зинозавр, там, все дела. Короче, не знаю. Проще было, наверное, взять три Пахигалозавра. Так, а меня сейчас Аэротитан не завалит за один удар? Блин. Вообще, мы можем этот турнир пройти? Мне вот такой вот вопрос интересует. Так, у него по нулям. Я могу это подмениться и ударить его. Но дело в том, что он меня ударит на 1. Ах ты ж, ё-моё. Это я даже зря сделал. Так, ну что-то мне кажется, что сейчас нам наваляет люлей, и мы сделаем так, как я предлагал. В начале. Да, какая-то ерунда тут происходит сейчас у меня. Много лишних баллов потратил. Ну, подменяться просто было, как бы, разница небольшая. Подменись, потом подставиться неправильно. В общем-то, решил я не менять горгазуха. Не знаю, рискну, что ли. Надо было вообще всё переносить. Да, он сейчас меня пробьёт на все 5. Так. 28 тысяч жизней. Это немыслимо просто. А этот же тоже гадёныш бьёт, что мама, не горюй. Ну, то так вот. Если он нас проатакует на все баллы, то затащим. Но тут ещё ошибок я, конечно, наделал, но это чертов... Ну да, два удара я бы даже не выдержал. Я думаю, он проатакует, потому что всё-таки шанс у него был довольно большой. Но это таких сильных противников я ещё не видел. Мне прям страшно заходить на такие турниры уже становится. И никакое количество динозавров вам в этом не поможет, ребята. Есть... Как говорится, на что скилла хватит, то и получишь. Да. Так, что у нас теперь? Анкилодок. Ну, это попроще динозаврики. Это первый у нас был вообще просто какой-то неимоверный. Ну, вот так. Давайте ещё раз возьмём горгазуха. И давайте циррозинозавра возьмём для разнообразия. Так. Тирано-титан, ребята. Ну, на самом деле, конечно, если бы они были чуть-чуть поадекватнее, было бы неплохо. всё-таки приятно видеть того же Димитродона от Тирано-Титана или там Трецератопс или Тирезинозавра в битве с самыми сильными гибридами, но они неадекватно сильные, как бы. Под что они подравниваются, я не знаю. Так, три-три-три-три-три-три-три-три на все три проатаковал. Ну, нам нужно будет обязательно защитить горгазуха, он нам нужен. Раз-два, раз-два. Ну, блин, надо было поставить три, я почему-то подумал, что он сейчас будет подменяться, он не будет подменяться, он меня пробьёт. Чёрт, подюри! Два удара и хана. Да. Это было, это был тупой, короче, слив только что. Но, опять же, ситуация получится точно такая же. Если нас Димитродон атакует на три, мы его пробьём. Если не атакует на... Ну, если атакует он нас не на три, не на все четыре, то есть, то он... то как бы я его не пробиваю. нам опять повезло. С другой стороны мы немножко где-то натупили, а с этой стороны нам повезло. Ну, да, так. Жесть. Турниры просто ужас. 28 тысяч жизнити резинозавра. Там 23 было, по-моему, у меня раньше. Максимум. вообще жесть. они такое чувство вроде вот у меня даже ребята теория. То есть, они подгоняются не под твоих самых сильных, а под вообще самых сильных. А сейчас самый сильный это у нас Индораптор. И вот они ещё сильнее стали. Короче. Хотя Индораптора в этом аккаунте нет. Так. Ну, вот так давайте пойдём. Два пахи голозаврика. прикол в том, что он капец меня пробивает как по 7000 удар. я его вообще не могу пробить. вот если даже сейчас его на 4 проатакую. 4 это будет ну, 1012, короче, не дотянем мы. Вот я его за 4 не пробью, скорее. С силой ударов 2000. но сейчас метреофодоном я легко пробью. Так, но он будет подменяться. Это у нас на Эрлика. Так, ну, здесь легко, конечно. Три удара и здесь раз, два, три. Минимум три. Нужно бить. Но нундазух, но на самом деле он может мог бы попытаться и нундазухом сейчас меня пробить, но нет. Эрликозавр с одного удара вообще полтора метре афодона ложит. Что это только что было? Так, он сейчас опять по идее должен подмениться. Да, но он не пробьет. У него еще два балла осталось в запасе. Блин, печально получилось. И он баллы перенес. меня он протакует всего лишь на два. Так, интрига. Сейчас можем легко пролететь. Легко. Он атакует на два, у него останется четыре балла. Он эти четыре балла если перенесет, то я сто процентов пролетаю. И он это сделал. Он ничего не поставил в защиту. Возможно я его не мог пробить за пять. Нет. Ха, на семь. Я живой, я живой. Так, так дело в том, что три у четыре это двенадцать, то есть мне нужно бить больше. Блин, он сейчас меня пробьет. Я его не могу пробить за четыре просто. Ну вот я сейчас атакую на шесть, он поставил защиту и нам было бы хананомнее поставил защиту и мы победили. Смелым покоряются моря, ребята. Фух, это было не просто, совсем не просто. Да, ну, ради три на кромерума мы все это делали. Вот так вот. Так, ну, еще надо подтянуться в турнире Индоминуса. Так, что у нас тут по событиям? Так. Ну, а это сейчас пооткрываются нам вот эти турнирчики. Пооткрываются. Но здесь мы продолжаем зарабатывать. Уже поднасобирали уже больше 500 у нас очков. По-моему, даже под 600. Так что, ну, получим как-нибудь получим Индораптора. На этом все. Всем пока. пока.